В Раде признали, что Украину никто не звал Евросоюз и НАТО. Министерство обороны России сообщило об исчезновении в Сирии самолета Ил-20. Трамп пригрозил санкциями всем, кто не захочет торговать на условиях США. Попытки украинской власти закрепить курс на вступление в Евросоюз и НАТО выглядят смешно. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Виктор Бондарь. По словам политика, стремление действующего президента Украины Петра Порошенко закрепить проевропейский курс на конституционном уровне является большим пиаром. Сегодня в угоду выборам нам предлагают в Конституцию как в школьную тетрадку вносить и убирать вопросы, прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет. Но это не значит, что нас туда позвали. Депутат также подчеркнул, что подобные действия со стороны украинской власти выставляют страну в невыигрышном свете. Напомним, что ранее Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о закреплении европейского и евроатлантического направления развития Украины. При этом, по словам еврокомиссара по политике, соседству и расширению Евросоюза Йоханнеса Хана, говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Связь с экипажем пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. На борту самолета находились 14 человек. На данный момент их судьба неизвестна. Командование российской авиабазы уже начало поисково-спасательную операцию. В Министерстве обороны также отметили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Израильские военные отказались комментировать заявление российского военного ведомства. Президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против тех стран, которые не захотят ввести торговые отношения на американских условиях. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере. По мнению американского лидера, нынешняя тарифная политика обеспечивает США сильные переговорные позиции. Однако в данном случае не обходится без каких-либо издержек. А потому Трамп призывает занимать жесткую позицию и тарифицировать всех, кто не будет принимать условия Вашингтона. Ранее также сообщалось о том, что президент США объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать до конца года. При этом американский лидер не исключил введение третьей волны пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры. Редактор субтитров А.Семкин